Здравствуйте! С вами программа «Культурный шок» и я ее ведущий Марк Котлярский. Мы записываем эту программу накануне праздника Рошашана, то есть нового еврейского года. И сегодня у меня в студии по этому поводу мой давний приятель, гость, желанный всегда в этой студии, Равин, историк, писатель, экскурсовод, то есть человек очень многих профессий и многих лиц, режиссер, я еще забыл добавить, Михаил Коган. И поговорим мы сегодня с тобой, безусловно, о новом еврейском годе. Как мне кажется, не все понимают, или далеко не все, скажем так, понимают, значение этого праздника для еврейского народа, да и не только для еврейского народа, потому что у многих само словосочетание «Новый год» – это шампанское, это фейерверки, это елки, тогда как Новый еврейский год совершенно иной, и задачи его совершенно иные, скажем, можно много говорить о значении Нового еврейского года, о том, что начинаются дни трепета, о том, что это день суда практически, который завершится днем внесения приговора, судный день, можно говорить о том, что заложено какое-то глобальное философское значение в этом Новом годе. Но я хочу тебя спросить все-таки для начала о другом. Как сделать так, Миш, на твой взгляд, чтобы вернуть значение этого еврейского Нового года, то есть не только для религиозных людей, потому что с религиозным и понятно, нельзя объяснять, не надо объяснять человеку, который прекрасно понимает смысл и философию еврейского Нового года, а вот для остальных, потому что мне кажется, смысл этот ускользает, мы привыкли как-то к череде этих праздников, и для нас он как-то, ну, Новый еврейский год, ну, Рошашана, и что-то, и как-то все это проскальзывает мимо нашего сознания. Ты не находишь? — Ну да, конечно, я нахожу. Нет, дело в том, чтобы вернуть что-то обратно, нужно этому обучиться, научиться, узнать, я не знаю, посвятить какое-то время для опыта, для практики, и тогда это возвращается. То есть я думаю, что возвращение смысла, по крайней мере, этого праздника, это нелегкая задача, это тяжелая задача. — Безусловно, я поэтому тебя и пригласил. — Ну, вместе с тем, вот эта программа, это один из способов некоего такого образования. Но я так думаю, что, если коротко так, самое важное, нужно найти вот такой очень важный аргумент или болевую точку этого праздника, чтобы действительно это как-то слушающего поразило, и он стал об этом думать. Да? Вот как вот твоя программа называется «Культурный шок», нужно вот этот шок произвести. И я так думаю, что это возможно сделать, это возможно сделать, даже в короткое время. Нужно попытаться найти суть этого праздника. Вот и все. И тогда, может быть, вот кто-то, кто нас послушает, задумается. Задумается и станет сам разбираться в этом вопросе. Действительно, Новый год – это такое широкое понятие, особенно если обращаться к прошлой нашей жизни. Ну, понятно, что календарь находится в основе нашей жизни. У всякого народа есть календари. Мы привыкли к своему календарю, и 31 декабря – это был наш календарь. Мы приехали сюда, и тут возникает другой календарь. И понятно, что календарь или начало отсчета чего-то связано с какими-то событиями. Римляне считали от основания Рима христиане, от рождения Христа, мусульмане, от исхода пророка из Мекки. На чем основано наше летоисчисление? На сотворении человека. От сотворения мира и человека. От сотворения человека. То есть, если мы читаем Тару, там есть шесть дней творения. Так вот, не с первого дня творения, а с шестого дня творения, с момента сотворения человека, с этого момента евреи начинают считать года. И вот они говорят, что в этот день был сотворен человек, не только сотворен, там масса всяких историй происходит. И с этого момента проходит, и на сегодняшний день, 5778 год, и наступит 5779 год от момента сотворения человека. Значит, события мы определили. Теперь что? Просто механически считаем года? Вот еще один год, еще один год, еще один год. Ну, получается так, потому что народ так как бы не задумывается. Да, но это не совсем так, в том-то и дело. Ведь в нашей традиции, в нашем году, в нашем году, есть четыре новых года. И только вот этот год, это счет годов. А мы считаем месяц, и считаем урожай, и считаем многое. У нас четыре новых года. Так что вот только первое тишрея, это новый год от счета годов. Но сам факт счета годов, на самом деле, неинтересен. Из-за этого, на самом деле, гранить огород просто не стоило. Там есть, в этом празднике есть нечто невероятное. Но, знаешь, вот в нашем году есть восемь праздников из Тары. Восемь праздников. Четыре из них приходится на месяц с Тишрей. Но что интересно, самые главные праздники, праздники паломничества, Пейсах, да, исход из Египта, Шувуот, дарование Тары, Суккот, сидим в Суккот. Это праздники коллективные. Они адресованы ко всему народу. Народ вышел, народ стоил у горы Синаи, народ строит шалаши и селится в них. Уважаемые зрители телеканала ИТОН-ТВ. Теперь на нашем сайте, адрес которого вы видите сейчас на экране, вы сможете регулярно читать статьи из ведущих российских, израильских и европейских изданий, а также авторские материалы наших аналитиков. Заходите регулярно на наш сайт, смотрите, читайте. И два праздника, Роша-Шана Новый год и Йом-Кипур, они индивидуальные. Они о каждом, они для каждого. Они не для толпы, не для всех, а каждый из нас, что-то с ним происходит в это время. Отдельно. То есть есть коллективность и есть отдельность. То есть есть не для всех, но для каждого. Для каждого в обязательном порядке. И что у нас сказано? Сказано, что в этот день каждый человек предстает перед Верховным Судьей. И тот его начинает судить. Хорошо ли это или плохо? Большой вопрос. А на десятый день выносят приговор. Значит, по существу первое число – это день начала суда. Это и есть судный день, а не там. А десятый день – это просто выносится приговор. Выносение окончательного приговора. И это настолько важно, что уже за месяц до этого люди начинают готовиться. Сфарадим, сефарды, они перед утренней молитвой начинают читать покоенные молитвы, слихот. Слихот, так называем. А евреи каждое утро после молитвы начинают трубить в шафар. Вот это очень важно – трубить в шафар. Ну, вот давай сейчас я просто коротенько… В шафар трубят стоя, но я вот так вот сидя, потому что это не… Да, в виде исключения покажем. Да, значит, что происходит каждое утро, какой тип трубления. Вот сейчас я это продемонстрирую. Так, готов? Готов, давай. Вот так каждое утро евреи трубят трубят шафар. Вот у тебя возникло какое-то ощущение от этого звука. Я для этого, собственно, это и делал, чтобы спросить у тебя, возникло ли у тебя какое-то ощущение. Да, честно говоря, ничего не возникло, никакого ощущения. Ну, это ты просто внимательно сидел за мной, чтобы… Но это понятно, что это не музыкальный инструмент. Нет, понятно, что… Это не музыкальный инструмент. Понятно, что это не должна быть классическая или джазовая музыка. Понятно. Это некая вибрация, которая должна, как бы, человеке пробудить какие-то мысли. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Призыв. Призыв, то есть. Это, в первую очередь, призыв. Призывают. Сказано так. Когда мы стояли у горы Синай, трубили, получая Тару, трубили в Малый Шафар, а когда придет Машиах, будут трубить в Большой Шафар. То есть, Шафар – это призыв. Вот это первое. Сейчас мы с тобой попытаемся дотронуться до этой точки, которая называется «Смысл Нового Года». Значит, начали с Шафара. Новый год, праздник, в Тарии нет такого названия, там называется «День трубления». Да, «День трубления». «Йо Матруа», «День трубления». «Йо Матруа». Значит, первое – вот это. Призыв. К чему-то мы и призываемся. Это первый момент. Второй момент. За месяц до этого праздника, с первого илюля, наши мудрецы постановили, что каждый день, дважды, утром и аж кенозим вечером, нужно читать 27-й псалм. В течение всего месяца илюля, в течение всего месяца Тишрея и до конца праздника Суккот. Читать 27-й псалм, через это ты приготовишься к вот этому важному дню. Значит, призыв и чтение 27-го псалма. Естественно, я заинтересовался, что же написано в этом 27-м псалме. Почему именно 27-й псалм? Почему 27-й псалм? Мы его должны читать. Я не буду читать его весь, но смысл, смысл, перескажу. Кстати, кем он написан? Давидом. Царем Давидом он написан. Да, дорогой мой, но не все псалмы написаны царем Давидом. Да, но в данном случае этот вот, этот, 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 этот псалм царем Давида, он так и написан. Вот он написан, значит, 27-й псалм написано. И дальше этот псалм рассказывает о том, что жизнь человека сложна и трудна. Что человек по существу всегда и повсюду окружен врагами. И эти враги хотят его уничтожить и ищут его погибели везде и повсюду. Но поскольку я уповаю на Всевышнего, поскольку он свет и спасение моё, то я не очень боюсь этих врагов. Я понимаю, что Всевышний мне поможет, он меня поддержит. И очень важно, я хочу обитать в его шатрах. Я хочу приблизиться к нему, здесь всё всякий раз написано. Потому что сказано, что даже отец и мать меня оставят, а Всевышний меня приблизит к себе. И дальше есть колоссальная фраза, очень важная. Сказано так. Если бы я не верил увидеть доброту Всевышнего в стране жизни, «Надейся на Всевышнего, и он будет укреплять сердце твоё, надейся на Всевышнего». Вот такой вот странный псалм мы должны читать. Каждый день. Дважды в день. Дважды в день. Это очень серьёзное добавление к молитве. Дважды в день в конце молитвы. И суть его сводится к тому, что человек окружён врагами, и что его враги повсюду преследуют, и что спасение только от Всевышнего, и уповает он только на Всевышнего, и очень верит в него, и в то, что он каким-то образом попадёт в место, которое здесь называется очень красиво – страна жизни. Вот это меня подтолкнуло на то, чтобы поразмышлять смысл. Ведь этот псалм, он меня должен приготовить к этому дню. Ко дню суда. Я знаю, что день суда. Я знаю, что буду стоять перед судом. Это ли самое главное там, и что такое суд? Или суд в нашем понимании, то есть, разбирает все мои дела, смотрит, что я делал, что я не делал, и приговаривает, или какой-то другой смысл в этом есть? Так вот, о чём я подумал. Я подумал о том, что в еврейском, еврейский год, он строится как бы, вот есть два времени в еврейском году, так скажем. Это как притворение. Шесть дней творения и седьмой шаббат. Есть время человека, и есть время Всевышнего. Время человека – это шесть дней творения. Это когда я главный, я всё делаю, я там работаю. А седьмой день – это его время. И в это время я могу попасть. Определённым образом он мне говорит, как. Так вот, праздники – это называется его времена. Рабочие, обыкновенные будни – это мои времена. Получается, что и вот этот период от первого десятого тишрея, от Рошашана до Йом-Кипур – это его времена. Это не мои времена. И если я попаду в это время, что-то интересное может произойти. Ну, мы говорим, суд. Суд и, может быть, помилует меня. В чём суть этого суда? Я основываюсь на анализе вот этого псалма. И утверждаю, что человек, для того, чтобы ему приблизиться ко Всевышнему, он действительно должен возвыситься. Не просто так приблизиться ко Всевышнему. Нужно духовно как-то подняться. Подняться духовно, да. И самое главное – нужно освободиться от той материальной зависимости, которая меня сильно угнетает. Это ещё в момент с исхода из Египта я вышел из материальности, чтобы получить Тару в горе Синаи. То есть, ведь что меня не пускает к нему? Моя зависимость от моих материальных окружённых предметов мною. То ли это мои желания, то ли это люди, которые вокруг меня, то ли моя привязанность, то ли мои страсти, масса вещей. Вот это я и называю «мои враги». То есть, человек, рождаясь, он тут же начинает быть окружённым врагами. Материальный мир в виде людей, желаний, предметов, хотений, эгоизма является его врагами. Так вот, чтобы попасть в чертоги Всевышнего, я должен от этих врагов освободиться. То есть, я должен возвыситься, стать свободным от них. Из этого я делаю очень интересный вывод. Что, кто такой свободный человек? Свободный человек – это тот человек, который имеет настоящих врагов. Вот если человек имеет настоящих врагов, он становится свободным человеком. Это каким образом? Я объясню, каким. Кто такой друг? Друг – это продолжение меня. Кто такой враг? Враг – это другой. Это не я. Теперь так, чтобы обрести самого себя, нужно, чтобы было не я. Ведь как я отличаюсь, как я могу себя осознать? Когда есть кто-то, кто не я. Ведь мы всегда на противостояниях вот это всё выясняем. То есть, как человек узнаёт, кто он такой? Из отношений извне. Через отношения к кому? Совершенно верно. Так если вокруг меня есть тот, кто не я, мой враг, тогда я знаю, кто я. И тогда формируется моя личность. Получается, что мои враги и есть то условие, чтобы я стал личностью. И этот псалм этому говорит, он говорит, что такое, вокруг меня враги, которые хотят меня уничтожить. И что мне делать? Мне нужно идти в чертоги Всевышнего. Потому что там я от них спасаюсь, иначе не могу. Причём враги, я так повторяю, я широко понимаю это понятие. Не только конкретный человек, который желает мне что-то дурное. Это и мои страсти могут быть моими врагами. Поэтому человек, рождаясь, попадает в страну на самом деле врагов, так скажем. И он определённым образом пытается выстроить свою личность. То есть, от врага отчуждение. Дистанцироваться от врага. И получается так, что ему нужно попасть, как здесь говорится, в страну жизни. Эрец Хаим. И вот к какому выводу я прихожу. Что раз в году Всевышний помогает каждому из нас из пространства, которое я называю страна врагов, или назови это страна смерти, попасть в страну жизни или в страну света. И это происходит как раз в эти 10 дней. От первого Тишрея до десятого. До десятого, да. То есть, получается очень интересно. Это индивидуально. Я могу поехать в отпуск. Я могу отдохнуть. Это очень важный момент. Всевышний приготовил это время для меня. Поэтому суд нужно понимать не в прямом смысле, что, ага, виноват, но ты получишь. А это нужно понимать так, что тебе на самом деле позволяют попасть в пространство, которое называется Эрец Хаим, страна жизни. И там ты превращаешь своих врагов в своих друзей. Потому что в стране врагов ты можешь только отбиваться от них. Ты можешь не дать себя уничтожить. В друзей их превратить очень сложно. А как? Как добиться того, что называется Ахават Хинам, бесплатная любовь, безвозмездная любовь, беспричинная любовь. Потому что вокруг все время враги, как он утверждает, и целый год враги. И только раз в месяц мы можем... Раз в году. Да, раз в году. Вот это 10 дней. И начиная еще прямо за месяц до этого готовиться, мы можем попасть в страну жизни, где враг может стать другом. Вот это и есть суд. Это и есть избавление от грехов. Потому что мои враги, в конце концов, это мои грехи. Видели какого-то человека, видели мои страсти или его желания. Поэтому вот именно сначала призыв к тому, что будь внимателен. Ведь это тоже же призыв к обороне. Это призыв сосредоточить силы, потому что враг приближается. Ведь как призывали людей на стены? Трубили там. Трубили, и они все хватали за оружие, бежали обороняться. Так что трубление, и в этот день тоже трубление, плюс этот псалм, где говорится, что происходит. Плюс поддержка Всевышнего, что он создает условия, что мои враги превратятся в моих друзей. Поэтому на самом деле подготовка к Новому году – это очень простой момент. Я должен чутко и ясно осознать, кто мои враги. Ведь сказано так, в Талмуде сказано, Йом-Кипур простит тебе те прегрешения, которые ты сотворил против Всевышнего, но никогда не сможет простить тебе те прегрешения, которые ты сделал по отношению к другому. Значит, ты должен это выяснить. Как у меня отношение с другим? И это повод для того, чтобы врага сделать другом. И при помощи Всевышнего. Потому что он мне даст направление и путевочку, и дорогу в страну жизни. Вот это очень важно. Паша, ты хорошо сказал, Миша, теоретически звучит очень красиво. Вопрос только практически, да. Но я надеюсь, что как бы, Миша, очень спасибо тебе огромное. Просто я же заслушался. Обычно я достаточно скептически отношусь к такого рода рассуждениям. Но мне кажется, ты очень интересно и логически это увязал. И действительно, я хотел бы, конечно, чтобы этот наш с тобой разговор услышали многие наши пользователи и задумались действительно над тем, что существует некая определенная логика в том, что ты говоришь, и в том, что существует вот такая традиция, которая не просто так называется еврейским Новым годом, а подразумевает под собой определенный процесс. Процесс. Процесс работы над собой. И очень важно в этот день услышать звук шафара, призыв к тому, чтобы начать действовать и понять, что мои враги, которые меня окружают, должны стать моими друзьями. Ну, если бы это так было, то мир изменился бы давно уже к лучшему. Он меняется. Ты знаешь, он каждый раз меняется потихонечку. Потихонечку в этот месяц что-то происходит обязательно. Может быть. Дай Бог, чтобы так было, как ты говоришь. Мы в это верим. И мы с тобой заодно поздравим наших пользователей. Девятого вечера, девятого сентября, вечер Роша-Шана. Вечер Нового года. Мы должны прийти все как-то в состоянии бодрости, готовности. Готовности ко всему. И учесть, что это начало дней трепета. Начало достаточно дней покаяния, которые должны завершиться благоприятным. И туда обязательно нужно попасть в эти дни. Да, в эти дни надо попасть. Спасибо, Михаил Коган. Равин, журналист, историк, писатель и режиссер. Мы как раз беседовали с ним о смысле, о философском смысле еврейского Нового года, праздника Роша-Шана. И до следующих встреч в эфире с Марком Котлярским в программе «Культурный шок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова